Это приманка Ретлинг Раппала. Тонущая на паузах приманка с жёстким корпусом, применяемая для подводной ловли. Строение её носовой части обеспечивает хорошую игру. Вместо лопасти в передней части корпуса она имеет особую форму профиля для этой цели. Приманка сделана из пластика, и внутри у неё две шумовых камеры, наполненных стальными шариками для очень шумной игры. Когда она находится под водой и вибрирует во время игры, её шумовые камеры издают громкий шум. И благодаря тому, что под водой звук распространяется намного эффективней, такой шум привлекает рыбу к приманке. Эти приманки замечательны тем, что их можно использовать для заброса в различные подводные проёмы, или делать проводку параллельно глубоководным участкам, или опускать вертикально вниз, или, если вы ловите рядом с травянистым дном, опускать её в заросли и вынимать оттуда. Эти приманки можно использовать при прямой равномерной проводке, потому что конструкция носовой части их корпуса позволяет добиться стабильной игры, которая заставляет стальные шарики в шумовых камерах создавать много шума и вибрации. Ещё один способ проводки для этой приманки называется «выдерни и остановись». Вот как это делается. После заброса приманки я начинаю проводку, создавая много шума, а затем останавливаюсь, и так как приманка тяжёлая, она сразу начнёт погружаться. Таким образом я могу забрасывать её в углубление, в ямы на травянистом дне, вниз, вдоль вертикальных поверхностей, таких как опоры мостов, а затем выдёргивать её оттуда назад. Проводка «выдерни и остановись» прекрасно подходит, когда ловля ведётся над дном с неровной поверхностью, или если вы хотите попробовать проверить наклёв любые участки, на которых рыбы не видно. Так что, ловите ли вы с ней на открытой воде или рядом с вертикальными поверхностями, «Ретлинг Раппала» — это сногсшибательная приманка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова